Друзья, я недавно публиковал видео Skyway Capital. Скажем так, мягко говоря, очень мягко говоря, о некорректном поведении маркетологов компании Skyway Capital. Давайте я вам напомню, кусочек отрывок поставлю. Это было связано с переходом на следующий этап развития. Обычно о таких вещах предупреждают хотя бы за сутки и в официальных новостях, либо на самом сайте Skyway. Вы же выложили информацию только в группе ВКонтакте, и то полседьмого вечера. Так никто не делает. Я не знаю, какие... Ну, это обычный маркетинговый ход. Нагнетание ажиотажа, а потом продление акции. Это не есть хорошо, друзья. Меняйтесь. Не надо таких вещей, таких сюрпризов. Вы понимаете, что этим ходом, может, некоторые люди хотели там проинвестировать или еще что-то, а тут и махнули рукой, потому что не успевают. Ну, просто не успевают. Если бы люди знали заранее, может быть, они эти деньги... Может, кто-то не успел пройти верификацию, понимал, что он не успеет пройти верификацию, не успеет проинвестировать. Так вот, друзья, собственно, почему я возвращаюсь к этому разговору? Потому что это коснулось моей структуре. Есть человек, которого этого непосредственно коснулось. Понимаете? То есть, слушайте, дорогие, любимые, многоуважаемые отдел маркетинга. Что вы за хрень творите, а? Ну, вот реально, что за хрень? Вы вообще понимаете, сколько народу вы вот этим ходом потеряли? Вы думаете, что вы приобрели, а вы потеряли? Вот лично у меня было два человека, которые пришли и сказали, Сергей, вот, блин, ну не успеваем пройти верификацию, ну и махнули рукой. Да ладно, я не знаю, если они вернутся, будет хорошо. Если не вернутся, это минус компании. И таких... Это только я один. Это только у меня в структуре двое было вот таких вот, с первой линии, которых я знаю, которые хотели. На сегодняшний день они ни рубля в компанию не вложили. И это ваша вина. Ваша. И со второй линии человек тоже попал, мягко говоря, в не очень хорошую ситуацию. И тоже по вашей вине. Ребята, вы что творите? Если у вас там в отделе сидит какая-то мышь серая, которая мнит себя перцем и царем всея Руси, то вы рога-то моему пообломаете? Вы что начинаете дискредитировать компанию? Какого черта? Мы рядовые инвесторы. Вы не думайте, что вы короли. Мы вам деньги несем. Так будьте любезны. Работайте на нас, для нас. Делайте для людей. Я вообще не уверен, что Юницкий и ближайшее окружение его знают об этом ходе. Там наверняка вам ему преподнесли все по другим соусам. Медалька-то она на двух сторонах бывает. Вот Юницкому, наверное, скорее всего, показали самую светлую сторону медали. И никак не умолчали, скорее всего, умолчали о другой стороне. Ну и что же дальше? И прошу заметить, этот человек инвестирует не 100 долларов, не 200, и не 300, и даже не тысячу. Вы понимаете, что вы творите, друзья? Я говорю, я повторюсь, извините, но вы делаете гадости. Вы в 18.30 вечера, если вы, если как вы говорите... Вот, кстати, давайте по порядку. Вот человек написал письмо туда, друзья. Сейчас я зачитаю это письмо. Он мне его переслал. Отдал добро, чтобы я людям рассказал. Потому что я уверен, что не только он один, и не только вот эти двое моих из первой линии знакомых попали в такую ситуацию. Давайте я вам зачитаю это письмо. Я прикрыл его данные. Незачем там всем знать. Кто знает, тот знает. Я осуществлял приобретение долей в районе 19 часов 12.12. На этот момент на сайте не было никакого оповещения. А ваш сайт-центр благополучно отправился в Освояси. То есть по телефону тоже никто не отвечал. И после 19 часов на звонки не отвечали. На настоящий момент мои доли не только не зачислены, но я даже не имею информации, на что о результате были зачислены и списаны с моего счета средства. К этому мы вернемся еще. Для меня лично не своевременный перенос перехода был связан с серьезными неудобствами. Я собирался инвестировать значительно большие средства. А я говорил вам, друзья, что человек туда вкладывает не одну сотню долларов, которые должны были освободиться 17-12. В связи с первоначальной датой перехода мне пришлось ограничиться тем, что было в наличии. Доинвестировать сейчас я не считаю для себя возможным, поскольку доверие, к сожалению, утрачено. Не добавляет доверия и то, что именно на день завершения этапа курс доллара был повышен на 1 рубль при отсутствии какого бы то ни было значительного колебания на бирже. Он составлял 66, а 12-го 67. То есть, вы понимаете, друзья, там вот эти мыши бухгалтерские взяли и самовольно поставили курс выше. В связи с совсем вышеизложенным считаю, что лица, повинные в дискредитации компании, должны понести наказание. Прошу сообщить, попали ли переведенные мной средства по адресату и почему до сих пор нет зачисленных долей. Прошу сообщить, является ли платным личное поручение у вас в офисе сертификата о долях. Вот вы понимаете, что творится? Что произошло 12-го числа? Я почему видео пишу, друзья, еще раз говорю, это было не только у меня, не только в моей структуре. То есть, что было сделано? Был поднят ажиотаж, все люди ждали, ждали перехода, да? Супер! Но тут вдруг что происходит? Отключаются телефоны, к телефону никто не подходит, и только в 18 часов 30 минут вешается объявление. Заметьте, не на центральном сайте, где мы с вами заходим, приобретаем пакеты акций, следим за новостями, не вышло никакого анонса, ничего. Скромненько, пару параграфов, в один параграф, сообщение в компании. Вы что, ребята там в Skyway? Вы что, группа маркетологов? Вы вообще там долбанулись чисто, а? Меня вот зло берет, почему вы рушите, рушите, подрываете, я не знаю, как еще вам сказать-то, авторитет такой шикарной компании. Из-за вас мыши серые люди, некоторые, если даже хотели, отвернулись сейчас, понимаете? И начинают отворачиваться, потому что что пойдет дальше-то? Дальше вы еще какие-то сюрпризы будете нам устраивать. Ну, насчет долей я уже говорил. Там сейчас они сделали что? Они сейчас, вы сейчас можете отследить это в разделе «Мои сертификаты». Там переходите, и у вас ваши доли незачисленные. Я тоже проплатил, тоже они перестали отображаться в левом верхнем углу. Они сейчас вообще не отображаются. Просто есть пропись в разделе «Мои сертификаты». Заходите в самом низу, там написано, вот у меня 45 тысяч долей я брал. И там пропись стоит «Статус переданный». Вот когда говорят, что будут эти доли внесены в реестр, то тогда они уже будут отображаться у вас в личном кабинете в левом верхнем углу, когда вы заходите, где отображаются деньги, где все отображается. Понимаете, друзья, не могу я поверить, что вот это сделано было вот так, щелчком пальцев на один раз-два, понимаете? Это была продуманная ситуация. И бесит, что еще даже хоть на рубль, блин, на своих инвесторов вздернуть. Вы что, ребята, блин, вы в каком мире? Вы нас зовете в светлое будущее. И причем вот эта ложка дегтя сто пудов, сто пудов. Там каких-то два-три говнюка сидят, прости меня, Господи, да, и вот эту херню делают. И сто пудов, я уверен, что Юнистский об этом не сну мне духом. Друзья, все, кто смотрит это видео, я вас прошу, ставьте лайки и распространяйте. Может, так вот информация дойдет до Юнистского, ну, потому что, или там до какого-то вменяемого руководителя в компании, который прижмет к ногтю эту мышь серую, кто вот эту всю хрень устроил 12-го числа. Я сколько в компании ни разу ничего подобного не было, ни разу ничего не встречал подобного. И опять же, что касается смены порядка отображения долей. Люди привыкли видеть. Вы не понимаете простую вещь? Люди привыкли видеть, куда они вкладывают деньги. А если деньги со счета уходят, и ничего не видно, ничего не отображается, люди начинают нервничать. И вам уже не до ваших объяснений. Надо было сначала предупредить людей, что изменяется порядок самого процесса отображения долей в личных кабинетах. Раз. Во-вторых, надо было бы своевременно, своевременно, заведомо, хотя бы за сутки, и хотя бы, и не где-то там в уголке ВКонтакте, а на официальном сайте сделать объявление о том, что акция продлевается до 26 числа. Ну и что мы видим в ответ человеку на письмо? Здравствуйте! По многочисленным просьбам компания пошла навстречу и продлила переход смены этапа, так как многие партнеры не успели пополнить счеты и вовремя внести оплату за пакеты долей по 12 этапу развития. Ребят, что за бред? Нет, если вы оформляете акции в рассрочку, вы можете и на 13 этапе внести, и на 14. Главное не запаздывать с платежами. Вы берете в рассрочку. Что за бред вы пишете? Поэтому и продлили, чтобы все желающие смогли воспользоваться такой возможностью. Мы надеемся, что ответили на все ваши вопросы. Если нет, то, пожалуйста, не отправляйте новое письмо. Здравствуйте! По многочисленным просьбам компания прошла навстречу, но это я уже читал. Ну, бред полный, друзья. Обычное. Там сидит какой-то заученный попка с заученными выражениями, деревянный солдатик, и вот эту хрень всю пишет. И вот человек написал правильные слова. В связи с всем вышеизложенным, считаю, что лица, повинные в дискредитации компании, должны понести наказание. Прошу сообщить, попали ли переведенные мной средства по адресу, и почему до сих пор нет зачисленных долей. Прошу сообщить, является ли платным личное получение у вас в офисе сертификата в долях. На эти вопросы я могу ответить, друзья. Я узнавал. Я тоже думал, что если почтой, то надо платить. Если лично, то не надо. Нет, друзья. Оказывается, 10 долларов вы платите, что за почту, что почтой, что сами приличным. Сама бумажка вот эта стоит 10 долларов. Если вы не доверяете электронному сертификату и хотите бумагу получить на руки, вам придется за каждый оформленный сертификат заплатить 10 долларов. Это раз. Ну, и на первый вопрос я тоже могу ответить. Потому что я тоже был в недоумении. И я рылся. Я рылся в кабинете, чтобы найти. Друзья, но хорошо, если я знаю кабинет почти наизусть. Но ведь не все люди это могут сделать. Не все. Понимаете? Почему вы об этом не говорите? Почему об этом нет никакой информации? И мне очень понравилось, что человек написал. Правильно написал. Ваш мэйл не совсем далекие советские времена, когда все гадости творились по просьбам трудящихся, а также политику нынешних московских властей, повышающих плату за стоянку по просьбам москвичей. Считаю подобный шаг беспредварительного, хотя бы за неделю, оповещение абсолютно недопустимым. Иначе, как направленным на создание ажиотажного спроса, никакие ссылки на якобы имевшиеся технические сложности тоже не принимаются, поскольку за предыдущие переходы на новые этапы у вас, несомненно, был накоплен достаточный опыт, я, кстати, тоже так считаю, я давно в проекте, для решения подобных вопросов. Приводить в качестве примера иностранный опыт подобных компаний даже нет необходимости. Это очевидно. Все правильно, друзья. Ну и вот еще их ответ. Решение было принято руководством. Обсуждению и пересмотру не подлежит. Прошу сообщить, попало ли переводимое мной средство по адресу и почему до сих пор не отчислены доли. Предоставьте данные платежа и скриншот платежа. Согласно новой логике, доли будут отражаться в разделе «Мои инвестиционные доли». Только после передачи соответствующих сертификатов в реестр. Следующая передача в январе. Ну, это я вам говорил уже, друзья. Доля отображается только в другом месте. Но решение было принято руководством. Блин, покажите мне того бурундука, который сидит в этом руководстве. Если бурундук этот, да? Ну, хорошо. Пусть это произошло не по вине руководства. То есть информация населения, я имею в виду, информация инвесторов. Я имею в виду информацию инвесторов. Что ее выложили в 18.30. Вот что я имею в виду. Даже если это произошло не по вине руководства, так, блин, ребята, кто у вас в подчинении? Вы что будете крайних искать? Вы давайте делайте так, чтобы такого больше в будущем не было. И опять же я вам говорю, сейчас я зайду в кабинет свой личный. Вот, друзья, вот так вот выглядит главная страница сайта. Я тоже был в недоумении, потому что я сделал как раз платеж, завершающий. По своему инвестиционному пакету я проплатил последние 100 долларов. и не вижу ничего. И вот где я нашел раздел мои сертификаты. Вот сюда переходим. Вот, уважаемый Skyway Capital, почему вот мы, мы, те, кто приводим к вам людей с деньгами, почему мы должны вот делать вашу работу сами сначала набивая шишки себе. Чтобы шишек не было, вы должны эту информацию людям доносить. и вот, пожалуйста, все на месте, все хорошо. Вот, видите, вот они эти, мой пакет проплаченный, вот бонусные, вот сам основной пакет. И вот здесь статус сертификата, нажимаем, читаем. Внимание, данные сертификата, находящегося в статусе передан, фиксируются на момент передачи и не изменяются в дальнейшем. С актуальной информацией о переделах сертификатов вы можете ознакомиться в выписке. В общем, принято это самое и проверен. Вот. И нам сказали, как вот из письма человека, мы узнаем, что в реестр будет передаваться все в январе месяце. И только после, и только в январе месяце нам ожидает вот здесь видеть свои цифры. Количество своих долей. то есть начинает делать все через жопу, блин. Почему не делать, как раньше? Что изменилось? Руки поменялись? Или голова другая сидит в руководстве? И почему сотрудники кул-центра ведут себя, как шпана дворовая? Вы что, дети малые, к вам люди заходят с серьезными деньгами? И такие промахи я считаю просто недопустимы с вашей стороны. Ну, в общем, такой не очень хороший сегодня обзорчик. Друзья, я всех прошу, всех, кто смотрит это видео, поделитесь им в соцсетях, поделитесь со своими знакомыми. Может, кто-то до сих пор в недоумении тоже внес деньги и не может ничего понять, где можно отследить. Ну, и может быть, если это видео дойдет до Юницкого, или до хотя бы до какого-нибудь адекватного руководителя компании Skyway Capital, то мы таких промахов больше не увидим. Все, друзья, на этом всем желаю хорошего настроения. На неприятный момент, конечно, но ничего, переживем. Я, кстати, вот тоже я сейчас буду ждать января месяца, буду ждать следующего этапа. Я не буду сейчас, хотя у меня вот я специально погасил акции, сделал завершающий платеж, внес и хотел сразу взять оформить другой пакет. Сейчас я буду ждать. И не знаю, в принципе, у меня достаточно количества акций, я, может, вообще больше не понесу вам деньги, друзья. Если дальше у вас будет такой бардак твориться, блин, то не знаю, не знаю. Мне и этих далее хватит с головой. Ладно, друзья, как бы то ни было, знаете, ошибается, не будем строго винить, может, действительно, там, какая-то одна мышь серая взяла и перевернула вот эту всю хрень. Знаете, как бывает, кому-то недосказали, кто-то опоздал, кто-то подзабыл, но компания серьезная, и надо относиться по-серьезному к людям, особенно тем, кто несет вам деньги. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Ладно, будем надеяться на лучшее. Компания Skyway процветания. Надеюсь, все промахи будут учтены. И больше не будет таких недомолвок и таких хитрожопых ходов со стороны маркетинга. Все, друзья, всем удачи, хорошего настроения и компании Skyway дальнейшего процветания и развития. Ну и нам вместе с ней тоже. Продолжение следует...